Домашние стены принесли удачу чебоксарским ястребам. Баскетбольная дружина столицы республики дебют на новой игровой площадке регионального центра. Маутинбайка отметила двойной победой над командой петербургского клуба Кондрашина и Белова. Об итогах тура наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Трудная победа в стартом матче третьего тура над петербуржцами придала уверенность чебоксарским мастерам оранжевого мяча. Гости хоть и сумели первыми открыть счет, однако лидерство представителей Северной Пальмиры было недолгим. Да к тому же оказалось единственным за повторную встречу. Далее сценарий матча писался под диктовку хозяев, которые в этот игровой вечер смогли доказать, что они действительно стоят на страже спортивной чести столицы. У нас пути назад нету. У нас нет никаких неморальных, никаких прав проигрывать дома. Потому что мы должны реабилитироваться перед болельщиками, перед всей общественностью города. И нас только устроит, только победа. Поддержать Ястреба в свой выходной день практически в полном составе на игру пришли хоккейные богатыри чебоксар. Помню, ребята приходили к нам в Ястреб, нас поддерживали. Но когда мы проиграли, к сожалению, мы надеемся, что наше присутствие поможет им выиграть в сегодняшней игре. Баскетболисты оправдали надежды, ледовых рыцарей дав им своеобразный мастер-класс, в котором солировал Сергей Жульков, набравший за игру 27 очков. Вчера победили, прервали череду этих поражений неудачных. И вот это. Сейчас, я думаю, набираем код и пойдем дальше. В итоге, после 40 минут чисто игрового времени, счет на табло был более чем убедительный. В 70-52 в пользу хозяев. Набрав 4 очка за тур, баскетбольная дружина столицы сумела подняться на строчку выше. Следующий тур муниципалы проведут дома, принимая 4-5 ноября Ярославский буревестник. Вячеслав Ильин. Вести. Чувашия.